Добрый день. Доклад называется «Дискретность, программность, энергоинформационность, относительность. Проблемные вопросы фундаментального естествознания и новая парадигма науки». Сначала небольшое введение. Наука – это прежде всего выводы об устройстве мира, формирующие гипотезы, теории и науки. Чем ближе к устройству мироздания основные постулаты парадигмы, тем выводы любой науки ближе к реальному устройству природы. Прошу обратить внимание на второстепенные элементы, формирующие выводы современной науки. Это прежде всего стереотип мышления и привычка. Данный доклад предлагает на привычные и давно известные элементы современной науки посмотреть по-иному. В результате получаются другие выводы, приводящие к иному миропониманию. Одна из проблем современной официальной науки с точки зрения нашей научной школы является недопонимание сути дискретности, относительности и почти полное отрицание программности и энергоинформационности мироздания. Рассмотрим историю появления данных понятий и предложим новые выводы. Кратко рассмотрим понимание дискретности официальной и большинством альтернативных направлений науки. Большинство современных физиков понимает дискретность как существование в пространстве элементарных частиц, обладающих свойствами частицы и волны. Существование дискретности признается только в микромире, но имеются и другие точки зрения. В античной атомистике существовало три варианта понимания дискретности. Первое. Дискретность как существование отдельных частиц, атомов или мельчайших частиц вещества, не делящихся дальше, как первоосновы мира. Второе. Дискретность как одновременное существование двух равноправных состояний реальности, а именно бытия атомов и небытия пространства или пустоты. И третье. Дискретность как чередование бытия и небытия, или другими словами, появление и исчезновение атомов вещества. В 17-19 веках понимание дискретности продолжало развиваться. После античных времен первое издание, содержащее термин дискретность, появилось в 1873 году в Англии, а в 20 веке получило распространенное применение в фундаментальных и прикладных науках. В науке к началу 20 века стало формироваться представление о дискретной структуре не только материи, но и пространства. С открытием элементарных частиц обнаружилось единство дискретной и континуальной картины мира. Электроны, как и другие микрочастицы, не соответствуют классическим представлениям об элементарной частице, атоме, корпускуле, и ведут себя в одних условиях, как протяженная волна, других – как строго локализованная частица. В науке стало постепенно формироваться представление об атоме и элементарных частицах, как полевоэнергетических структурах, по терминологии Эйнштейна, кванты энергии или, другими словами, дискретных частицах энергии. Одной из загадок долгое время были особенности спектра водорода, который показывал, что атомы водорода излучают энергию на определенных длинах волн и не появляются на других. Электроны атомов обнаруживаются то в одном, то в другом месте, но ни разу не были замечены в движении между ними. Никто не мог понять, почему так происходит. В 1913 году датский физик Нильсбор в статье о строении атомов и молекул высказал предположение, что электроны перемещаются с орбиты на орбиту, исчезая на одной и мгновенно возникая на другой, не появляясь в пространстве между ними. Эта идея была названа «квантовый скачок», и за нее автор получил Нобелевскую премию. Это соответствовало одному из вариантов понимания дискретности, времен античности, чередование бытия и небытия, или, другими словами, появление и исчезновение атомов и их составляющих элементарных частиц. В течение XX века физики изучали элементарные частицы, атомы и в целом материи, что отражено в учебниках, справочниках, опубликованных в рефератах. Ссылки вы видите на экране. На основании этой информации можно сделать вывод о современном понимании физикой, устройства материи. Существуют две основные формы материи – поля и вещества, которым присущи свойства дискретности. Второе. Материя создана вихревыми дискретными энергетическими потоками, что в определенной степени отражает единство природы вещества и поля. Источником дискретных энергетических потоков или виртуальных частиц, как многие называют, является физический вакуум, который рассматривается как невозбужденное состояние полевой материи. Физики поняли, что открыли мир, в котором электроны могут перескакивать с орбиты на орбиту, не перемещаясь через разделяющее их пространство. Более того, по предположению, приписываемому американскому физику Аллану Лайтману, профессору Массачусетского технологического института, материя может возникать из физического вакуума при условии, что она достаточно быстро исчезает. Об этом же говорит и российский исследователь Гришаев. Каждая элементарная частица, электрон, протон, пребывает в физическом бытии, пока работает программка, которая производит соответствующие циклические смены состояния. Вещество устроено принципиально и прерывно в пространстве и во времени. Аналогичное понимание дискретности излагает исследователь Юрий Геннадьевич Иванов в гипотезе «Мерцающий мир». Наглядный образ атома с энергетическим облаком вокруг ядра объясняется мерцанием или, другими словами, дискретным появлением и исчезновением вихрей электронов с пресессионным сдвигом координат их появления в пространстве и времени. Именно этим процессом объясняется то, почему электроны перескакивают с орбиты на орбиту, не перемещаясь через разделяющее их пространство. Наиболее подходящая модель атома, учитывающая, по мнению научного отдела нашего университета, гипотезы Лайтмана, Гришаева и Иванова, предложена исследователем Михаилом Ивановичем Беляевым. По его мнению, орбита электрона, вращающегося вокруг протона, может быть представлена как последовательный процесс обхода электроном в сотовой структуре энергетической оболочки атома, как процесс ее циклического строительства путем последовательной активации сотовой структур. Упростим и перефразируем данную цитату без потери ее смысла. Дискретное появление и исчезновение электрона, как энергетического вихря в потенциально возможных местах его появления в сотовой структуре оболочки атома, воспринимается органами чувств, как непрерывно существующее энергетическое облако вокруг атома. Краткий вывод. В современной науке существует вариант понимания дискретности, как появление и исчезновение элементарных частиц. Изобразим варианты понимания дискретности более наглядно на графике. На данном графике изображены два варианта понимания дискретности. Первое. Дискретные прерывистые отдельные энергетические частицы-атомы, имеющие волновую природу. Второй вариант. Дискретность как одновременное существование двух равноправных состояний реальности. Бытия атомов от атом, а не бытия, пустота или пространство. На следующем графике изображен третий вариант понимания дискретности. Дискретность чередования бытия и инобытия, или другими словами, появление и исчезновение. На графике наглядно видно, что частицы энергии, как волны, дискретно проявляются, а потом исчезают. Основываясь на максимально кратко изложенной информации, допустимо предположить, что в природе существует дискретность, объединяющая все три предложенные варианта ее толкования. Для того, чтобы появился атом, необходимо, чтобы в одной точке пространства дискретно и одновременно появились все элементарные частицы, входящие в состав данного атома. Значит, атом дискретно проявляется и исчезает. Прошу обратить внимание на вывод. Для того, чтобы появилось вещественное мироздание, необходимо одновременное дискретное появление и исчезновение всего вещества Вселенной. Вывод. Современная наука вплотную подошла к следующему пониманию дискретности. Существует три варианта толкования дискретности, предложенной античными философами и подтвержденной исследованиями в течение XX века. Дискретность материи необходимо понимать как появление и исчезновение элементарных частиц и атомов, созданных потоком дискретных энергетических частиц, обладающих свойством кругового вихреобразного движения спин, появляющиеся из окружающего пространства или, как говорят, современные физики, физического вакуума. Необходимо расширить понятие дискретности от микроуровня элементарных частиц до макромасштаба всей материи мироздания и понимать дискретность как одновременное появление и исчезновение материи Вселенной с огромной частотой. Продолжим рассуждение о появлении и исчезновении или, другими словами, дискретном проявлении элементарных частиц. От того, какое количество, подчеркиваю, одновременно дискретно проявляемых элементарных частиц входит в состав атома, зависит его свойство. Количество вариантов атомов нам известно из таблицы Менделеева. Объяснить стабильное существование разнообразных атомов, состоящих из дискретно появляющихся и исчезающих элементарных частиц и всей Вселенной случайностью предполагаемой теорией Большого Взрыва невозможно. Логика подводит к единственно возможному выводу о том, что появление и существование дискретно проявляемого и исчезающего вещества может быть только результатом действия программ или программности мироздания. Обращаю ваше внимание, что дискретное проявление и исчезновение элементарных частиц из всего вещества Вселенной не может быть спонтанным и хаотичным, а является результатом действия жестких программ. Учитывая, что элементарные частицы являются дискретными частицами энергии, а в материи обязательно присутствует информационная составляющая, поэтому мы рассмотрим также другие свойства материи, приводящие к выводу о существовании как программности, так и энергоинформационности. В квантовой механике существует два основных гипотетических варианта миропонимания индетерминизм и детерминизм, например, некоторых скрытых параметров, которые пока ускользают из поля зрения исследователей. Свой вариант ответа на эти противоречивые предположения в 1964 году дал ирландский физик Джон Стюарт Белл, сформулировав теорему, названную его именем. Суть теоремы Белла – не существует изолированных систем, каждая частица Вселенной находится в мгновенной связи со всеми остальными частицами. При этом мгновенная связь, описываемая теоремой Белла, не требует затрат энергии. Теорема Белла утверждает, если некая объективная Вселенная существует, и если уравнение квантовой механики структурно подобное этой Вселенной, то между двумя частицами, когда-либо входившими в контакт, существует некоторый вид нелокальной связи. Нелокальная – это значит присущей всей системе мироздания в целом, а не только какой-то ее части. Классический тип нелокальной связи – это магическая связь. А магия обычно называет то, что непонятно. Поэтому прошу не пугаться этого термина. Теорема Белла поставила ученых перед выбором между двумя неприятностями. Либо примириться с фундаментальной неопределенностью квантовой механики, либо, сохранив классическое представление о причинности, признать, что в природе действует нечто вроде непознанной связи, тире телепатии или энштейновская нелокальность. Кроме того, в ходе экспериментальных исследований еще в 1935 году был открыт вид связи, названных эффектами, объяснить которые можно было только влиянием некой потусторонней силы. Например, парадокс Эйнштейнова-Подольского-Розена-Перпарадокса. Когда ученые в сильном магнитном поле расщепили частицу атома, обнаружилось, что разлетающиеся осколки мгновенно имеют информацию друг о друге. Между осколками распавшейся частицы сохраняется связь, так что каждый осколок в любой момент знает, где находится другой и что с ним происходит. Поскольку никакого разумного объяснения этому факту не было, среди научной общественности практически единодушно существовало мнение, что Эйнштейнова-Перпарадокс имеет метафизический характер. Обратите внимание на метафизическую подсказку, существующую в русском языке. А метафизика указывает на изучение того, что лежит за пределами или в основании физических явлений. Термин «потусторонний» означает, что в реальности мироздания существует как минимум две стороны. Между этими сторонами обязательно должна присутствовать причинно-следственная связь, названная в предыдущем примере Эйнштейнова-Перпарадоксом. Краткий вывод. Существование нелокальной метафизической или магической связи и потусторонней силы предполагается именно потому, что причины ее существования находятся за гранью понимания большинства современных ученых. Данный вывод косвенно подтверждает и условная схема развития квантовой механики, физика Сола Павла Сирога. Согласно этой схеме, традиционная доказанная физика заканчивалась в 1964 году на теореме Белла. А дальше только тупик и непонимание. Вот, 1964 год. А дальше сочинение на вольную тему, я бы так сказал. Существует ли в современной науке, в том числе и в альтернативных физических теориях, вариант объяснения существования нелокальной связи между элементарными частицами в структуре атома и всеми элементами Вселенной? Самая подходящая гипотеза, изложена в книге Гришаева, это цифровой физический мир. Приведем всего одну выдержку. Физический мир отнюдь не сам по себе. Таким его делают соответствующие программные обеспечения. Пока это программное обеспечение действует, физический мир существует. Выходит, что физический мир творенный. Физический мир является частью создателя и программное обеспечение этого мира также. Краткие выводы. После ознакомления с содержанием книги Гришаева, предлагаемое в ней понимание и объяснение нелокальной или магической связи выглядит вполне логичным и допустимым. Эта связь называется причинно-следственной программной связью или, еще проще, программной связью. Существование программ предполагает наличие их создателя, творца. Обращаю ваше внимание, что научная школа нашего университета понимает существование творца не в религиозном понимании, а как вышестоящий разум, устройство и замысел которого возможно и необходимо познать. Единственное, на что нет четкого ответа в данной гипотезе, это что является носителем программной информации. Современная наука не дает однозначного ответа на данный вопрос, но многие ученые предполагают, что это может быть один из видов материи, поле или полевая материя. Из чего созданы элементарные частицы, атомы и вся материя, как полевая, так и вещественная. По современным представлениям, из дискретного потока энергии, имеющего вращательное вихревое движение, которое присуще всему в природе от элементарных частиц до Вселенной. Что это за энергия? Наиболее конкретный ответ дали советские ученые, астрофизик-профессор Николай Александрович Козырев, член-корреспондент Белорусской академии наук Альберт Йозефович Веник, создатель теории торсионных полей и теории физического вакуума, физик Геннадий Иванович Шипов. Обсуждение об основании выводов Козыря, отраженных в его книге «Время как физическое явление», длилось 11 лет. И в 1969 году ему выдали диплом об открытии. Приведем выдержку из его работы. «Время – это энергия, участвующая в любых физических, химических, механических и других процессах, что является ярким примером причинно-следственной связи. Действие плотности времени уменьшает энтропию, упорядовывающую систему, противодействуя обычному ходу событий. Значит, время является источником жизненных процессов нашего мира». Логично будет предположить, что энергия времени – это следствие движения каких-то частиц. В нашем случае это частицы времени. Альберт Йозефович Вейник, автор большого количества вузовских учебников по термодинамике и литью, увидел несоответствие классических физических законов и окружающего нас мира. В 1991 году была напечатана его книга «Термодинамика реальных процессов», где в полном объеме излагалась общая теория, новый взгляд на законы физики и закономерности нашего мира. В теории Вейника частицы энергии получили название хрононы, от греческого «хронос время». То есть смысл названия заложено понятие времени. В книге говорится, что как материально существующие хрононы имеют размеры и массу, обладают свойством спина, вибрационным, колебательным свойствам и другими. Скорость их перемещения достигает от десятков до сотен скоростей света. Перемещаются частицы по спирали, и заряд их определяется правым или левым вращением спирали. Геннадий Иванович Шипов, советский и российский физик в статье «Квантовая механика», о которой мечтал Эйнштейн, следует из теории физического вакуума, подчеркивает полевоматериальную первооснову мироздания. Частица представляет собой предельный случай чисто полевого образования при стремлении массы или заряда этого образования к постоянной величине. В этом предельном случае происходит возникновение кропускулярно-волнового дуализма и оптико-механической аналогии в чисто полевой теории. Краткие выводы. Энергия времени состоит из частиц, а значит, имеет дискретную природу. Энергия времени необходимой плотности уменьшает энтропию, а значит, участвует в создании и поддержании существования материи как полевой, так и вещественной. Так как в материи заключена информация, то вся материя имеет энергоинформационную сущность. Промежуточные выводы. Современная наука вплотную подошла к пониманию программности мироздания и выводу, что кроме вещества существует полевая материя, свойства которой пока не изучены. Второе. Если предположить, что полевая материя является носителем программ, то она является первичной, а вещество – вторичной, более плотной материи. В полевой материи заложены причины программы, а в веществе проявляется следствие – результат действия программ. Прошу обратить внимание. В аксентологической теории НАУЭРа объясняется процесс программирования на основе элементарных полевых компонентов, а также существуют практические инструменты программирования. Об инструментах программирования я частично докладывал в среду на презентации аксентологии. Третье. Любые программы обязательно имеют начало и конец, а значит, все явления, процессы в физическом мире и сам физический мир конечны. Четвертое. Полевая материя и вещество – это структурированная энергия времени, в которой заключена информация. То есть энергия и информация неотделимы друг от друга, или другими словами, имеют энергоинформационную природу. Рассмотрим еще одно природное свойство, выявленное в результате физических исследований. Принцип относительности. Впервые был сформулирован в XVII веке итальянским физиком и механиком и астрономом Галилео Галилеем для механики. В начале XX века Альберт Эйнштейн ввел в науку принцип всеобщей относительности. Как специальные, так и общие принципы относительности Эйнштейна утверждают также относительность всех физических полей. Позже принцип относительности был распространен на электродинамику и другие области физики. Это привело, в частности, к установлению важного универсального соотношения между массой, энергией и импульсом. В конце XX века развитие теории полей в работах российского физика Геннадия Ивановича Шипова показало, что добавление и уравнение вращательных координат приводит к всеобщей теории относительности. Принцип всеобщей относительности обобщает как специальные, так и общие принципы относительности Эйнштейна и утверждает также относительность всех физических полей. Срезвычайно важным, по мнению многих физиков, является то, что уравнение вакуума и принцип всеобщей относительности после соответствующих упрощений приводят к уравнениям и принципам квантовой теории. Развитие всех направлений, естественно, научных исследований, как прикладных, так и фундаментальных, привело физику к принципу всеобщей относительности, подтверждающему философский тезис «все в мире относительно». Краткий вывод. Допустимо предположить, что принцип всеобщей относительности является фундаментальным принципом или законом мироустройства. Научные открытия и варианты их объяснения, а также выводы, предложенные в данной статье, приводят к необходимости искать новый вариант миропонимания, в базисе которого будет наука, опирающаяся на новую парадигму. Существует ли в нашей мире научная школа с новым миропониманием, с новой наукой, новой парадигмой? Да, существует. Она официально зарегистрирована как Народный академический университет эволюции разума. Науэра. С 2011 года Науэра действует в рамках программы ЮНЕСКО «Непрерывное образование в интересах устойчивого развития» и проекта ООН «Академическое влияние». Парадигма Науэра – мир абсолютно материален и информативен. В основе материи лежит первичность энергии и информации. Все виды материи, в том числе и вещественная материя, и суть деэссенции, вот латинская эссенция – сущность, двойственная сущность, двойственное проявление двузначной формы энергетической информации. Энергетичная информация по природе дискретна. Следовательно, материи и вещества, в том числе, существуют дискретно, несмотря на то, что земная наука пока еще не располагает технической возможностью определить частоту этого дискретного проявления. Мир изначально программен – жизнь и следствие программности нашего мира. Программность подчинена законам периодичности во времени. Любые программы имеют начало и конец, то есть все явления и процессы конечны. Пятое. Процесс созидания без разумного начала невозможен. Существует высшее начало наблюдаемой гармонии – творец. Формам жизни соответствуют формы, степени и алгоритмы разумности. Разум – понятие относительности. Данный вариант текста «Парадигмы» был предложен одним из основателей НАУЭРа, Шарашовым Владимиром Евгеньевичем, для ознакомления сотрудников ООН перед принятием НАУЭРа программу «Академическое влияние». Коллектив, фактически коллектив НАУЭРа осмысливает и частично формулирует в терминах и понятиях официальной науки информацию, которую постепенно получает от основателя университета, представителей научной школы предшественников, имеющей 20-ти вековую историю развития. В состав этой научной школы входят люди практически из всех европейских стран. Но делиться своими знаниями и достижениями с остальным человечеством по объективным причинам они не могли. Такая возможность появилась только с 2000 года. НАУЭРа предлагает принципиально новое мировоззрение, новое решение проблем фундаментальных и прикладных наук, а также открывает поистине фантастические перспективы и возможности перед человечеством. Коллектив университета формулирует основы новой науки, названной в НАУЭРа «Аксиантология». Все, буквально тут... Все. Одна минута. Тогда сходу я хочу задать... Подождите, одна минута всего. Данная наука изучает мир, природу, все формы жизни и человечества, как единую взаимосвязанную систему. При помощи аксиантологии можно понять суть и причины любых процессов, происходящих в мире, предсказать их развитие, дать рекомендации для правительств. Аксиантология позволяет не только объяснить устройство мироздания, но и управлять природными процессами и постепенно стать разумными сотворцами, сначала в рамках земного мира, а потом в масштабах Вселенной. Именно такие цели и задачи поставил перед человечеством высший разум творец нашего мироздания. Спасибо за внимание. Пожалуйста, давайте поблагодарим нашего докладчика. Позвольте мне сделать несколько... Вот задать вам сразу сходу три вопроса вкупе. Значит, первый вопрос. Почему вы не ссылаетесь на идеи Якова Фрэнкеля о регенерации частиц? Вот у него такая идея была высказана в 30-х годах 20-го века. Это первый вопрос. Дальше хотелось бы немножко проиллюстрировать вашу мысль по поводу творца. Можно? Это мысль... Да, пожалуйста, давайте. По поводу регенерации. У меня это не по теме доклада, в общем-то. Я говорю о дискретности. Он говорил о исчезновении, о перескоках частиц, как о процессе регенерации, такого движения частиц пространства. Я читал очень-очень быстро. Не успел дочитать. Я не мог всех. Понятно, ясно. Но, тем не менее, это мысль высказал в науке впервые Фрэнкель. Теперь по поводу Лейбница. Значит, у Лейбница в его работах высказалась такая мысль, что если когда-либо будет доказано, что частица материи может исчезать в пространстве и тут же возникать, то этим самым будет доказано существование творца вещей. Это, так сказать, иллюстрирует немножко то, о чем вы говорили, но уже со ссылкой на Лейбница. Теперь такой вопрос. Мне непонятно, откуда следует, что вещество Вселенной должно сразу синхронно возникнуть и исчезнуть. Вот из вашей модели это не следует. Ну, дело в том, что, в общем-то, из доклада это следует. Значит, если это, может быть, сразу оно, как говорится, не легло, не было понятно, в принципе, более подробно в статье напечатано, там все об этом говорится. Поэтому, чтобы не забирать время драгоценное, я это не буду повторять. Спасибо. И последний вопрос. Вы утверждаете, что вот при квантовом скачке частицы сдвиг в пространстве при ее телепортации связан со сдвигом во времени. Но если между манифестациями частицы в пространстве проходило какое-либо время, то нарушался бы закон сохранения энергии. Вы с этим не согласны? Значит, смотрите, я ссылался на конкретные гипотезы. Вот в частном, в данном случае, на гипотезы мерцания Иванова и там модель. Я просто сказал, что в современной науке существует такое мнение, такая гипотеза. А наша научная школа, она считает это, это есть в составе парадигма. Спасибо. Спасибо большое. Пожалуйста, Владимир Владимирович, потом... У меня короткий вопрос. Я прошу дать на него короткий ответ. Вопрос такой. Христос воскресе? Христос воскресе? Я не знаю такого. Это литературный... А что вы знаете? Господь Бога? Это литературный персонаж. Если это с моей личной точки зрения. Я спрашиваю в общем плане. Отъединение науки и религии? Нет. Вы... А почему бы и нет, Владимир Ракимович? Если бы вы внимательны... Тихо, тихо, тихо. Хорошо. Одну минуточку. Нет, я вам не даю слова. Сейчас у нас здесь Владимир Иванович Самарский. Между прочим, в тексте доклада было сказано, что наша научная школа понимает творец не в религиозном понимании, а как вышестоящий разум. Знание которого возможно познать. Спасибо. Спасибо. Владимир Иванович Самарский, пожалуйста, ваш вопрос. У меня не совсем вопрос. У меня продолжение доклада загадила. Ремарка короткая. Ремарка короткая. Пожалуйста, пожалуйста. Нет, нет, сейчас не надо продолжение. Все будет после... Если у вас есть короткая ремарка, Владимир Иванович, пожалуйста. Нет, я предоставлю слово сейчас. Ремарка такая. Я знаком со всеми троими теоретиками, которых вы назвали, и со всеми упадавшими вами, Владимир Ивановича Григорьевича. Я лично с ними специально встречался, и с Вейником, и с Шиповым, и с остальными. Козырева Николая Александровича тоже я лично знал, и мы с ним встречались. Поэтому, естественно, что я пришел к этой картине как физик-экспериментатор без теории. И я знаю эксперимент, который произошел с моим другом и со мной, когда мне дали основание всех параллельных миров, физические параметры. Спасибо, Владимир Иванович, но это уже дискуссия. Пожалуйста. Я задам вопрос, который наверняка понравится всем. Итак, я творец, согласно вашей концепции. У меня есть бутылка, а в ней жидкость времени. Где жидкость состоит из дискретных частиц времени. Я беру яблоко, беру бутылку жидкостью времени и капаю на яблоко. Что происходит с яблоком, скажите? Знаете что? Яблоко спрос нет. Просто в этом случае. Можно ответить шутливо. Я думаю, данным примером вы чуть-чуть не дотягиваете до Творца. А что такое Творец? Пожалуйста, у нас открытый университет. Каждый может поучиться. Пожалуйста, разберите. Пожалуйста, одну минуточку. Одну минуточку. Разгоните нас, пожалуйста. Я попрошу тишины, Владимир Иванович. Николай Иванович, человек встал, хочет задать вопрос. Будьте добры, дайте возможность. Пожалуйста. Вы говорили о том, что Эйнштейн создал всеобщую теорию относительности. Он создал только специальную и общую, которая ограничивалась исключительно только миром микромира и в какой-то мере атомного мира. А не затрагивал мир биологический, интеллектуальный, социальный и ноосферный. То есть само знание и дальнейшее развитие человечества. Можно ответить? Давайте я сразу отвечу. Я потом забуду. Вот то, что вы перечислили, это все явление вещественного мира. И биологическая форма жизни, и те поля, которые, я знаю, современные. Это все явление нашего физического мира. Он не дал закону произношения звука печи. Классификации звука печи. Он не опирался и на классификацию элементов мочевики. Кто, кто? Вы говорите о том, что вселенная и мир конечен. Есть начало, есть конец. А если мир настолько большой, что он беспредельно бесконечен и беспредельно вечен, он сам в себе есть открытая система. Он сам в себе творец самого себя. Спасибо. Вы говорите, что все программы конечные. Бывают и циклические программы. Да, конечно.